Родилась Настя на 31 неделе, и в 10 дней у нее случилось кровоизлияние в головной мозг. И после этого, примерно через год, нам поставили диагноз ДЦП. И все, на тот момент наша жизнь резко перевернулась. Родители Насти не думали опускать руки. Только стало понятно, что их дочка растет особенным ребенком, они начали ежедневные занятия. Гимнастика, массажи, а еще поиск уникальных методик и специалистов по реабилитации. А самое главное – многочасовые тренировки. Сама Настя проявила себя как настоящий борец. Нам очень и очень тяжело всегда все доставалось в плане работы, в плане занятий, в плане умений Насти. Не было никогда по щелчку. Было много техник и реабилитации за все ее три с половиной года. Как и любой ребенок, Настя любит играть, может пошалить. Компанию ей всегда составляет старшая сестра Николь. Николь, ну правда снимаем видео времени, осталось очень мало. Все, прекращайте. Сестры понимают друг друга без слов, хотя Настя уже говорит целыми предложениями. А еще она неплохо передвигается в ходунках. И это тоже результат ежедневных упорных тренировок. Но теперь у Насти появился шанс встать на ноги. Операция на спинном мозге возвращает пациентам с диагнозом ДЦП способность ходить. После того, как мы узнали, что есть такой способ, что есть такая операция, дорсальная ризотомия, селективная дорсальная ризотомия, мы наткнулись на клинику в Америке, Сент-Люис. И там есть очень замечательный врач, доктор Парк, родоначальник, можно сказать, этого метода. Врачи назначили операцию на конец апреля. Но стоит она больше 50 тысяч долларов. С учетом транспортных и других расходов, родителям нужно 4,5 миллиона рублей. Пока удалось собрать чуть больше половины этой суммы. Но время еще есть. Банковские реквизиты можно найти на странице мамы Насти в сети Инстаграм. Пользователь Ди Нерсисян. Даже небольшой вклад поможет Насти научиться ходить и бегать, как обычный здоровый ребенок. Субтитры создавал DimaTorzok